Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. Сегодня поговорим о вредных привычках. Казалось бы, при чем здесь экономика? Ведь курить, есть сладкое и не ходить в спортзал не мешает работать и хорошо зарабатывать. Равно как и здоровый образ жизни не приносит прямо человеку успех в делах. Парадокс? Да, но не совсем. Кое-какую выгоду отказ от вредных привычек все-таки приносит. Так же, как вредящий образ жизни расширяет дыру в бюджете как семей, домохозяйств, так и страны в целом. Опровергать или подтверждать эти тезисы будут Давид Мелегусенов, это директор некоммерческого партнерства Центр социальной экономики. День добрый. Добрый день. И доктор медицинских наук, руководитель клиники профессора Джейкоба Хиллера, собственно, сам Джейкоб Хиллер. Добрый день. И по телефону также мы будем общаться с гендиректором консалтинговой компании Смирнова НКО, персональный советник Натальей Смирновой, а также с вами, уважаемые радиослушатели. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, либо пишите на сайт финанс.фм на страничку программы Парадокс. Рассказывайте о том, вредят вам или не вредят вредные привычки, простите за тавтологию. Первую часть программы мы посвятим убыткам от табака, курения и зависимости от алкоголя, а во второй части мы расширим и поговорим о других пристрастиях. Это к сладкой воде, вообще сладостям и вредным закускам, которые не имеют никакой питательной ценности, хотя только балуют чипсы, газировка, конфеты, энергетики. О зависимости пристрастиям к соцсетям, об игромании, о сексуальной зависимости, о зависимости от психостимуляторов и прочих других вещах, которые, к сожалению, сопровождают нашу жизнь и которые, к еще большему сожалению, наносят ущерб экономике, не говоря уже о семейном бюджете. Итак, господа, мой первый вопрос. Давайте определим, насколько складывается стоимость курения. Я так понимаю, не только. Она не ограничивается пачкой сигарет в день? Конечно, нет. Самая главная проблема, что курящий человек, во-первых, он теряет примерно 70-80 минут для того, чтобы покурить на рабочем месте. В день? В день, потому что он должен идти в определенном месте, там, где можно курить, вернуться, до того, как он выходит, когда он возвращается, пока он приводит все в порядке. То есть восьмичасовой рабочий день превращается в семичасовой? Примерно, даже меньше. И из-за того, что они часто болеют воспалением верхних дыхательных путей, бронхит и другие заболевания, кардиоваскулярные и другие, они теряют примерно 70-80 рабочих дней, как бы на больничном, в год. В общем, это получается огромные цифры потерянных дней для курящих. Убывки для компаний. Убывки для общества, для государства. Так что не только у персон, у него очень много проблем образуется, как следствие курения, для здоровья, для качества жизни и так далее. Так же есть и убитки общества, и убитки фирмы, которые где-то не работают. Давид, я так понимаю, стоимость, точнее убыток, который несет курильщик, можно смело нажать на число членов семей из-за пассивного курения. Мы считали, на самом деле, все эти порочные индустрии, типа табачные индустрии, алкогольные индустрии, насколько они наносят вред бюджету страны в виде людей, которые увлекаются этими пороками. Те, кто курит, те, кто пьет алкогольные напитки, причем пьет усиленно, скажем так, с диагнозом алкоголизм. И посчитали, что это примерно 10% от ВВП ежегодно, тот убыток, который это общество нам всем генери. Я вот здесь соглашусь отчасти в плане того, что убытки идут государству в виде больничных, на которые люди уходят. На самом деле там не такой большой убыток. Мы его тоже просчитали, потому что большая часть бизнеса сегодня серая, часть бизнеса выплачивают зарплату в конвертах, поэтому убытки государства тут не очень чувствительны. Может быть, потому что раскидывается план работы на не курящих и не пьющих? Самые большие убытки — это в системе здравоохранения, потому что этих людей нужно лечить более интенсивно. И здесь как раз-таки убыток, он гораздо лучше может быть просчитан, потому что это нагрузка на врача, нагрузка на поликлинику, на больницу, это высокотехнологичная медицинская помощь, если уже у человека запущенная стадия рака легких. То есть вот все уже это посчитано и более-менее прозрачно. Хочу сказать, что Россия ежегодно теряет примерно 850 тысяч человек. Это смерти, которые произошли по причине того, что эти люди либо злоупотребляли табакокурением, либо алкоголем. 850 тысяч — это население достаточно большого города, и эти смерти могут быть предотвратимы. То есть в режиме штопорного падения нашей демографической кривой, когда мы понимаем, что сегодня у нас пик репродуктивности приходится на людей, родившихся в 88-89 году, через два года мы погрузимся в демографическую яму 90-х. В 90-х годах не было детей в стране, их не разжали, этих детей. Поэтому этот гэп, этот провал постепенно трудоспособных возрастов, он переходит на самые экономически дееспособные возраста. Если мы видим сверхсмертность в экономически дееспособных возрастах, примерно это 35-45 лет, то теряя каждый год примерно 800-850 тысяч человек, мы через 4-5 лет увидим, что в нашей стране живет уже не 142 миллиона, а гораздо-гораздо меньше. По нашим скромным только расчетам, эта цифра может достигнуть через 10 лет 120 миллионов человек. Это катастрофа для России. Я бы добавил насчет смертности. Цифры правильные, но добавите, что смертность от наркотиков, разных наркотиков, так что примерно миллион человек в России в год уменьшается население. Это ужасные цифры. Сейчас, что касается, я надеюсь, у нас не будет только академический разговор, какой вред наносится. Есть лечение. Есть, я, кстати, мои цифры на счет работы, потери рабочих часов было, я живу уже 44 года за границей, в Европе, я живу 30 лет в Швейцарии, так что не на серую экономику, на нормальную экономику были основаны мои цифры, это международные цифры. А смертность, да, лечение существует тоже. Современное лечение, которое можно ознакомиться с ним, зайдя на сайте, в моем сайте. Так что алкоголизм, то, что считается неизлечимым, можно лечить. Не лечить симптомы, как все лечат, можно лечить причину, вызывающую зависимость. Доктор Хиллер, нам нужно согласиться с тем человеку, что ему нужно лечиться, ведь подавляющее большинство людей считают, что это нормальное, это привычка, она и не вредная, и не здоровая, просто привычка. Поэтому осознать то, что ему необходимо лечение, дано не каждому, на мой взгляд. Не каждому, конечно, нет, но 50-60% именно женщины приходят, и они осознают, что они нуждаются, и мужчины тоже. Так что, поверьте, они добровольно приходят, понимают, что так больше нельзя. И когда знают, что можно лечить и не держать их, то месяц-два где-то в закрытых местах, и за два часа вылечить, и дать им нормальный образ жизни, потом вести совершенно нормальный образ жизни, так они уже начинают верить, потому что они уже 10 раз разочаровались. Нет никакого наркомана, который хочет бить наркоманом. Нету, чтобы вы знали. Алкоголик пьет, потому что он нуждается, он страдает. Вы это не знаете, может быть, но я знаю. Почему? Мы-то с этим согласны. Они не согласны с этим. Куряки... Они согласны тоже. У них руки дрожат утром, они не могут побриться. Выпить 100 грамм, он может побриться, одеться. Значит, он нуждается... Для него алкоголь — это лекарство, которое, по-моему, облегчает. А есть способ, который убирает вот эту ситуацию за полтора часа, за два часа. Нет чудес в медицине. На это есть сотни медицинской научной работы, которые доказывают, что есть лечение. Это мое лечение, которое я разработал уже 22 года назад, и работает отлично. Даже в NASDAQ это продается, мое лечение. Американская фирма купила все мои патенты. Это имеет такое огромное экономическое значение, что уже акции этой фирмы, которая купила мои патенты, и методы продаются в NASDAQ. А я верю в чудеса и знаю, что чудо может произойти, и просто этим чудесникам-кудесникам должно стать государство. Ведь сколько у нас сегодня стоит пачка сигарет в любом киоске, варьке, если вы выйдете, посмотрите? От 70 рублей. Примерно 100 рублей средняя цена. Вы поезжаете в Америку. Средняя цена пачки в перерасчете на наши российские деньги 500 и выше. То есть 500 — это даже минимальная планка. Такая запретительная цена. Конечно. То есть вот если мы поставим высокую цену, возьмем большой акциз с этой упаковки, то понятно, что подавляющее большинство не смогут себе позволить курить. А знаете, как говорят наши компании, которые производят сигареты? Они говорят, если мы этим не будем заниматься, цивилизованные, отчисляя налоги, значит, из-за дорогой цены пачки сигарет сектор уйдет в теневой рынок, и тогда будет баба Валя крутить в газеты и продавать налево-направо своим соседям. Я не думаю, что это произойдет. Скажу, что сегодня ни алкогольная, ни табачная отрасль никак не спонсирует, я это слово беру в кавычки, не спонсирует систему здравоохранения. Дело в том, что они генерят основной убыток нашему бюджету здравоохранения, то есть нагружают койки, поставляя больных все больше и больше, но доля акцизов не падает в здоровье нации. Мы продолжим через полторы минуты, прерываемся на новости и надеемся услышать что-нибудь полезное и важное. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем. В Минздраве России заявили, что если бы удалось сократить табакокурение хотя бы на 10%, Россия могла бы получать 90 миллиардов рублей. Речь о годовых подсчетах. А в то же время, если подсчитывать работу, точнее, скажем так, траты табачных компаний на рекламу, хоть она везде запрещается, но они используют различные способы, которые, например, спонсируют съемку старых фильмов. В старых фильмах курили везде. И в транспорте, и в самолете, и в офисах, и в магазинах. А сейчас запрещено там курить, включая остановки. А если показывают старые фильмы, то там курить можно везде. Вот пример Адри Тату, Коко де Шанель. Они там курили 90% экранного времени. Понятно, что фильм про дизайнера, но у потребителя складывается впечатление, что курение нормально везде, по любому поводу. А с учетом того, что у нас табачные компании – это монополисты, им плевать, какую фирму сигарету ты купишь после этого. Главное, чтобы у тебя в мозгу отложился образ того, что ничего страшного курить, ты можешь быть успешным, ничего страшного, что можно курить, ты можешь быть богатым. И вот мы благодаря этим программам мы хотим разрушить этот стереотип, заявить о том, что ничего, кроме ущерба и вреда, это не приносит. И скажу, что, например, в США на вот это вот спонсирование, скрытую, не скрытую, продакт-плейтсмент-рекламу уходит гораздо больше денег у табачных курений, чем то же самое Минздрав тратит на борьбу, кстати, вот со всеми этими моментами, в том числе и на лоббирование законов, которые запрещают рекламу в фильмах, в тех же самых, на остановках, в павильонах, и сокращают количество зон, где можно это делать. Сейчас, кстати, был суд большой 12 лет назад, судили всех производителей сигарет, Филипп Моррис и подобных, и присудили 80 миллиардов долларов, они должны в течение 20 лет вкладывать в здравоохранение и рекламу против курения. Они это делают до сих пор. В России ни копейки не идут. В России ни копейки. Это было в Америке, да. 12 лет назад до сих пор они это делают и выделяют огромные суммы, и как будто против себя, но поймите еще раз, запрет не помогает ни в чем. Запретили в 1929 году продавать героин. Героин можно было купить в любую аптеку. Это как средство, отличное средство против боли живота, против разной боли. Запретили. С тех пор стали миллион раз больше наркоманов. Все это контрабантов, все это криминальные структуры. Это не запрет. Надо воспитать молодежь. Можно делать мультфильмы, где побеждать тот, который не пьет, показать ребенка, что он будет всегда победитель, если он не выпьет пиво или что-нибудь. Надо показать, если он не возьмет наркотик, он будет героем. А мы сейчас рассказываем, сколько тратят люди. Вот пачка сигарет в день, там от 70 рублей. Увеличение цены и запрещение не помогает. Только Америка тратит 8 миллиардов долларов запретить или помешать ввести кокаин с Мексико, и у них успех только 3%. Обратите внимание, это 8 миллиардов долларов можно было или выбросить на ветер, или помочь нуждающим. Ни в чем это не помогает. Уменьшает только на 3% контрабанда кокаина с Мексико в Америке. Значит, это потерянные усилия. Запретить или стараться помешать ввести не помогает. Надо разработать систему воспитания детей уже с малых лет. Это с помощью лекций, с помощью объяснений, с помощью сейчас вот мультики разные, которые положительные, не мультики, которые их убивают и насилуют. Давид, вот эта пропаганда, она, я так понимаю, не всегда эффективна. Более того, количество курящих уменьшается не с такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Уменьшается. На самом деле, после принятия антитабачного закона, кстати, я был одним из, ну, я не могу сказать такое громкое слово авторов, но один из поставщиков идей в этот закон, и хочу сказать вот сначала его действиям, да, он был принят не таким, каким мы его изначально думали. А, лобби табачное в думе помешало. Лобби протолкнуло свои какие-то поправки. Тем не менее, даже вот при вступлении его в силу мы видим, как заметно сокращается число курильщиков. Я здесь не соглашусь с уважаемым доктором, что пропаганда неэффективна, и цены неэффективны. Эффективны цены. Я даже на своем опыте убедился. Мы были вот недавно с делегацией в Америке, и мой коллега, он, кстати, врач, но он врач курящий. Ну, такое часто бывает, когда сам кто... А учителя курят. Учителя курят, да. Воспитатели детских садов тоже курят. Я, кстати, вот гуляю с ребенком. На глазах у своих воспитанников. Так, в Америке покупают меньше кент, который стоит 10 долларов. Пачкан и покупают контрабандные сигареты, которые стоят полдоллара. Так что всегда находится заменитель, менее качественный, более вредный и доступный. Поэтому не помогает. Не то, что идея плохая, идея отличная. Но всегда есть люди, которые знают, как обойти вот это. Государство должно формировать определенные стимуляционные меры для того, чтобы человек бросил курить. Ну, во-первых, почему он курит, да, разобраться? Потому что он пытается таким образом снять определенный стресс, который у него, да, имеет место быть. То есть нужно сформировать такую среду, комфортную среду, чтобы у человека было меньше стрессов. Понятно, что это отчасти невыполнимая задача. Тем не менее, в тех местах, где, допустим, сконцентрированы дети, люди молодого возраста, меньше формировать им такого контента вокруг, да, чтобы они сталкивались с темой в плане поддержки табакокурения и алкоголизма. Вот, допустим, в Австралии совсем недавно такой эксперимент начали. Они полностью дебрендировали все упаковки этих вот сигарет. То есть сигареты в одной черной пачке? Да, вот в одной там или белой, или черной. То есть, ну, по-моему, белая там пачка, если не ошибаюсь. Но они даже убрали название этих компаний, там, маркет этих сигарет. Ну, а монополистам, табачным компаниям это все равно. Снизилось, снизилось потребление. Потому что у нас есть еще определенные проценты населения, которые... Привязаны к брендам? Брендам, конечно. Вот и любые способы. Разместили там средств легких на упаковке сигарет, легких при раке, который возникает в случае табакокурения. И если даже там процент людей откажется после этого, это хорошо. Поэтому любые способы для достижения цели, такой уж макеавелизм, извините, но они хороши. И должна быть понятна, что комплексная программа государства по снижению зависимости от табака. Антитабачный закон хорошо, но вот сейчас мы видим, как возвращаются курилки, допустим, в Шереметьево решили, да, их поставить. Только лишь потому, что у нас снижается транзитный пассажиропоток через эти аэропорты, и люди выбирают там Дубай, Париж, где можно курить в аэропортах в специально отведенных местах. Мне кажется, это глупость. Мне тоже кажется, что это глупость, и если мы уж жестко приняли решение себя каким-то образом очистить, да, от этих вредных, порочных вещей, давайте тогда как общество солидарно выступим за это решение. Господин Хиллер. Не забудьте факт, что все эти привычки, как вы говорите, это не привычка, это зависимость, господа. Куряши не курят для удовольствия, он должен курить, иначе он страдает. Ну, наркоман, по сути, наркоман только привязан к... Наркоман это общество, он страдает, у него ломки, у него руки дрожат, он не может сконцентрироваться, его обстенеться, у него синдром отказа, поэтому он должен, и поэтому цена не важна, он все равно покурит, иначе он страдает, он не сможет работать, разговаривать по телефону не сможет, поэтому надо и лечить правильно, надо знать. Мое лечение, один укол подкожный, и человек уже не курящий, значит, я не рекламирую себя, но просто есть решение, надо не просто запретить, этот человек страдает, алкоголик же умирает, если его запрещаешь, посадишь алкоголика в тюрьму, он через два дня может умирать от делериума, от белой горячки, так что не только запрещать надо, или посадить их, или привязывать, как кто-то привязывал, потом стал мером города из-за этого. Этот человек страдает, надо его помочь, не надо наказывать. Я скажу еще, что если человек курит, вот я не курю, допустим, но вот там сосед по лестничной площадке, он курит, и все мы пользуемся время от времени медицинскими услугами. И вот я как налогоплательщик, отчисляющий проценты со своей зарплаты в фонд обязательного медицинского страхования, я не могу понять, почему я плачу столько, сколько платит тот человек, который намеренно вредит своему здоровью. Поэтому если ты куришь, если ты увлекаешься какими-то порочными такими вот... Побольше налогов, акцизм. Накручивать налоги, пусть люди дополнительно оплачивают за свое лечение, за свое обучение. Тогда это еще больше будет мотивировать большую часть населения отказываться от этих вредных привычек. Вот, кстати, насчет налогов и сборов. К сожалению, экономисты посчитали, что пристрастие к курению наносит государству ущерб, который в шесть раз превышает доходы того же государства, который получает за счет спецналогов на табачные изделия. Это уже лоббизм. По большому счету. Нет границ. В шесть раз меньше, вы сказали? Ну, как минимум, потому что в США это в десять раз, средняя цена, средняя быта. А почему не наказывать те, которые едут на 120 километров в час, когда можно 80? Их тоже надо наказывать. Нет, это бы просто границы. Сколько можно запрещать? Тогда получится все наши жизни это одни запреты. Это так и есть. Что такое цивилизация? Это совокупность законов, которые запрещают нам делать то, что нам хочется. Это есть цивилизация. Поэтому есть разная цивилизация в Афганистане, цивилизация в Норвегии и так далее. Это совершенно разные вещи. Поэтому не только запрещать, надо воспитать. Так что я ставил бы акцент воспитать новое поколение правильно. Учебники, видеозаписи, видеоигры и так далее. Мы продолжим. Через полтора минуту очередной блок новостей. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Итак, мы продолжаем. Наша программа посвящена зависимости и ущерба, которая приносит наши слабости, наши вредные привычки как нашему бюджету, личному, семейному, так и государству в целом. Гость нашей программы директора некоммерческого партнерства Центр социальной экономики Давид Мелик Гусейнов. Эксперт также нашей программы доктор медицинских наук, простите, руководитель клиники профессора Джейкоба Хиллера, Джейкоб Хиллер, собственно. И сейчас у нас на связи гендиректор консалтинговой компании Смирнова и компания персональный советник Наталья Смирнова. Наталья, добрый день. Добрый день. Я надеюсь, что благодаря информации, которую вы как грамотный человек получаете отовсюду с различных СМИ и других источников, вы абсолютно свободны от всех вредных привычек. Ну, скажем так, я еще по своей натуре слишком человек, который похож на категорию жмота, поэтому мне просто очень не хочется тратить деньги а на вредные привычки и тем более б потом на медицинские услуги, чтобы потом компенсировать все то, к чему они привели. Вот, Наталья, скажите, как вот воспитать в нашем народе, который ничего не видит плохого в табакокурении, в алкогольном курении, в этих бесконечных сладостях, к месту и не к месту, вместо еды и после еды. Как вот воспитать вот этот уровень здорового жлобства к лишним тратам? Ну, я думаю, что здесь два момента. Первый момент — это реклама, но не социальная реклама, если, ребят, это плохо, давайте жить дружно, да? Пацаны, вам это не надо? А это должно быть модно не курить. Это просто модно должно быть. Это должно быть активно пиариться, что это действительно модно, это круто и так далее. Это первое. Для этого нужно приглашать специалистов по пиару, это может быть соцсети, это может быть там различная, но только не социальная реклама, потому что на нее никто не обращает внимания. А второе — это банально бить рублем, то есть это завершать акции до такой степени, чтобы у нас курить было просто экономически нецелесообразно, потому что если брать на самом деле развитые страны, там цена на пачку сигарет не сопоставима с российской. И там просто 33 раза подумаешь, нужно ли тебе покупать одну пачку, если у тебя там такой-то уровень дохода. Либо ты найдешь какого-нибудь контрабандиста, чтобы купить подешевле. Да их там мало, этих контрабандистов. По сути, просто ограничить и везде запретить курить, ну, если хотите, и пить тоже, чтобы физически невозможно это было сделать нигде, и штрафы были такие высокие, что... И это действительно соблюдалось, и за это штрафовали, чтобы опять же это было экономически нецелесообразно, курить, не помпить и так далее. Я боюсь, что это два варианта. Либо рублем, либо рекламой лучше совместить и то-другое. Ну, а вот если человек вот немножко к другим сладостям, точнее слабостям человеческим перейдем, сладостям, плюс зависимость от соцсетей, зависимость от психо-каких-то стимуляторов, которые могут любим употреблять для того, чтобы, не считая себя при этом наркоманами, для того, чтобы повысить свою работоспособность, эти бесконечные энергетики к месту, не к месту, перед экзаменом, после экзаменом, для того, чтобы вытерпеть этот рабочий день. Вот как, может быть, здесь управлять собой, своим бюджетом, чтобы вот эти вот, на первый взгляд, безвредные слабости и шалости нам не мешали и не заставляли нам отдавать большие суммы денег, которые складываются... Первый мой вопрос исключительно психологии, я это решаю своими клиентами, решаю очень просто. Должна быть такая цель, ради которой хочется откладывать вот абсолютно каждую там копейку, для того, чтобы приблизиться хоть на шажок к ней. Не знаю, там, вставить фотографию гарморда или фотографию там дома на Канарах, неважно, что, может быть, шикарный отпуск в кошелек, там, где хранятся кредитные карточки или там, просто в кошелек, чтобы это было на виду. И каждый раз, когда открывается кошелек, принимается решение, либо сейчас я потрачу 70, там, условно, рублей на энергетик, но в совокупности 70 умножить, там, на 30. 24 тысячи в месяц, в год. Да, 24 тысячи в год. И написать рядом стоимость вот этой цели. То есть, в данном случае, человек будет принимать решение, хочет ли он ее побыстрее получить, или ему важно это оттянуть до бесконечности и ни на час, ни на шажок к ней не приблизиться. Если это интересная и такая, ну, заряжающая цель, то тогда человек все-таки будет больше ориентирован на то, чтобы сейчас в чем-то неважном себе отказать, но больше отложить на эту цель. Но это должна быть реально мотивирующая цель, прямо ради которой хочется что-то делать в этой жизни. Доктор Хиллер, Давид, у вас есть вопросы к нашему финансовому эксперту? Нет, вопроса нет. Есть замечания. Кстати, упоминали, совершенно не связанные друг с другом и имеющие совершенно другие значения, зависимость. психостимуляторы это наркотика. Это не просто там баловать с каким-то сладким. Это наркотика, которая вызывает страшный эффект на психику. Каждая доза кокаина, амфетамина, метафетамина вызывает нарушение психики. Сотни тысяч клетки умирают и все остальные повреждаются. И зависимость. Сейчас ты сильный, могучий, когда ты берешь амфетамин или кокаин, а через полчаса, два часа ты слабый, ты меланхорий, у тебя депрессия. Так что это зависимость, ты уже не можешь без этого. Это совершенно отличается от покушать или не покушать, там что-нибудь сладкое. Это тоже. Сладкое выделяет эндорфин. Эндорфин это внутренний морфин. Так что люди, которые кушают много сладкого, они косты, но они наслаждаются от внутреннего морфина, который наш мозг вырабатывает. Заменитель. Это настоящий морфин. У нас мозг, наш мозг вырабатывает 16 разных видов эндорфинов. Они 98% похожи на настоящий морфин, то, что делается от опиума. Давайте попрощаемся с Натальей. Спасибо вам, Наталья. Напомню, на связи с Финам.ФМ был гендиректор консалтинговой компании Смирнова. Персональный советник. консалтинговые компании, работающие, даже не консалтинговые, а коучи, которые работают конкретно с физическими лицами и пытаются их в таком спарринге как-то формировать как успешных личностей, так вот, они рекомендуют, что доля трат семейного бюджета на неполезную еду, вот всевозможные сладости, содержащие большой процент быстрых углеводов, ну, какие-то там фосфуды, чипсы, не должна быть более 5% от общего бюджета на затраты на еду. Запомните, уважаемые радиослушатели, не больше 5% на баловство, не больше 5% на десертики. Да, я вот для себя в своё время решил, что углеводы важны, но я их буду употреблять там строго до 3 часов дня, то есть более, дальше 3, как бы, позже 3 часов, да, я себя полностью ограничил в углеводах и принимаю в основном белковую пищу, хотя отказываться от углеводных атак, конечно, не хочу, и мне, конечно, приятно там утром съесть что-то сладкое, либо кашу какую-то, да, содержащую булочку, да, вот, тем не менее, то, что сегодня творится на продуктовом рынке, вот эта вот доступность, опять-таки, ценовая доступность этой вот вредной еды, отсутствие какого-либо санитарного контроля за ней, как такового, его практически сегодня в стране нет, и хотя у нас был главный санитарный врач, он призывал, и на самом деле правильно делал в своих призывах, когда говорил о вреде той или иной еды, за исключением каких-то политических моментов, да, которые пытались решить при помощи Роспотребнадзора, тем не менее, вот такой национальной политики по здоровому питанию сегодня в стране нет. Кстати, мы же, да, последний раз с вами общались, пока Онищенко еще был у руля. У нас сегодня детей в детских садах кормят непонятно какими-то смесями там быстрого приготовления. Да вот сама молочная смесь, это же вредно, то, что многие мамаши, простите меня за это слово, употребляют вместо своего грудного молока. Нет такой ориентации государства на грудное вскармливание, пропаганды того, что вот как правильно есть, не существует. И опять же, в плане экономики в долгосрочную это приносит гораздо больше убыток, чем вот мы сейчас себя отвязали, перевели ребенка с грудного кормления на синтетическое, и думая, что мы этим взрастим вполне себе нормального человека. Вот доктор Хиллер, не дашь мне соврать, то, что в Америке существует такая организация, Food Drug Administration, которая через себя пропускает все то, что человек употребляет вовнутрь, и лекарственные препараты, и продукты питания, и это все проходит такой жесточайший цен со стороны государственного института, который определяет, нужно это или не нужно, и договаривается с производителем о необходимой цены, и контролирует вообще все продуктовое и фармацевтическое, и парафармацевтическое общество. Да, да, да. Потому что грудное кормление это не только расходы на искусственные порошки, которые готовят, это и здоровье ребенка. Молоко матери содержит иммуноглобулины и вообще вещества, которые не только защищают ребенка ближайшие 2-3 года от разных инфекций, но и ближайшие 20-30 лет. Они даже от заболеваний, которые появляются в 40 лет, тех, которые кормили с порошком, а те, которые... Тот же, больше, да, шансов разных раков. Это важно для матери. Мать, которая кормит, у нас меньше, получает гораздо меньше рак груди и всякие заболевания. Значит, для его психики важно, для его здоровья важно и важно для ребенка. Так что это имеет очень важное значение и для экономики, и для здоровья матери и ребенка. Ну, в долгосрочном, хотя, мир, научный мир уже доказал, что за последние 50 лет, когда существенно менялась структура рационного питания современного человека, то на этом фоне резко выросли, допустим, психические заболевания. У нас растет с геометрической прогрессией шизофрения сегодня, как в мире, так и в России в целом. Ну, или, скажем, у людей, которые зависимы от фастфуда, вот процент заболеваний выше, вот таких психических. Он выше, конечно, причем значительно выше. Вот, и я вот был недавно совсем позапрошлую субботу в Стамбуле, проходил всемирный форум, посвященный борьбе с ожирением. И на нем присутствовал Кофи Аннон, это, кстати, такой амбассадор, да, посол при ООН, который защищает вот здоровый образ жизни и правильное питание. Был Билл Клинтон, который выступал тоже вот с подобной пропагандой. И выступали министры здравоохранения различных стран мира. И вот меня удивил совершенно министр Ирана. Иран, страна, вот мы прекрасно знаем, что я себя представляю сегодня. Закрытый. Иран, да. Министерство по борьбе с ожирением. То есть конкретно государство выделяет. Иран с ожирением. То есть они уже тоже осознают проблему в том, что избыточный вес, неправильное питание. Большая процедура. Не смотря на бедность населения. Конечно. И они все равно вот как бы растут в своем весе. И для Ирана это уже катастрофа. 60% людей в России имеют избыточный вес. Кстати, насчет вот бедности, да, это не зависит от ожирения. Недавно Мексика, небогатая страна, вышла на первое место по ожирению. То есть обогнала Великобританию, США. Потому что там в основном фастфуд и все неправильно. Мексика это одна из страшных стран во всех отношениях. Давайте немножко информации я добавлю для использования этого форума для слушателей. Вино. Обратите внимание. Считается невредно. И полстакана вина для беременной женщины считается норманно. Нет, не нормально. Доказано на очных работах. Если мать беременная пьет даже раз в неделю стакан вина, ребенок рождается нездоровый в психике. Это 70% тех, которые сидят потом в тюрьмах, это те, которых матери выпивали немножко. Обратите внимание. Так что, если меня слушают и слушают немало женщин, не пейте ни в коем случае ни на день рождения, ни на праздники никакие напитки вовремя беременности. Я не говорю сейчас вообще. Я говорю вовремя беременности. Это ужасно вратно для мозга. Мозг очень слабый, неразвит, незащищенный. Плода. В кефире, в ряженке вот этот процент ображенного алкоголя не считаются. Это уже недостаточно концентрация для плода. Я говорю выпить спиртное вовремя беременности. Ну и потом эти траты, естественно, на лечение невыносимые и безумные счета на здравоохранение. Три четверти программы прошло, уважаемые дамы и господа. Слушатели, дорогие, звоните, пожалуйста. У вас еще есть четверть часа для того, чтобы задать вопросы нашим высокоуважаемым и компетентным экспертам. Напомню, это Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центр социальной экономики и Джейкоб Хиллер, доктор медицинских наук. Звоните по телефону 6510996, код города 8495, или попишите нам на сайт финал.фм на страничку программы Парадокс, и в последнюю четверть мы, ну, фастфуд обсудили, доктор Хиллер расскажет нам о сексуальной зависимости и немножко еще раз вспомним о психостимуляторах. Оставайтесь с нами. Что делает нас беднее, как в моральном, так и материальном плане? Кроме табакокурения, алкоголя и наркотиков, это игромания, шапоголизм и даже сексуальная зависимость. К нам дозвонилась Елена, интересно, какие слабости у нее? Здравствуйте, Лена. У меня, здравствуйте, у меня слабости, конечно, экзотические, я люблю иногда съесть там, не знаю, конфеты с чаем, но не думаю, что это как-то запределы. У меня вопрос несколько о другом. У меня о грудном вскармливании. Это, безусловно, полезно, передается иммунитет, передается там питательные вещества ребенку, но вопрос у меня о длительном грудном вскармливании. Нет ли в этом чего-то избыточного, когда житель, например, кормит полтора года, два года ребенка? Нужно ли это делать? И связано ли это с какими-то ее, может быть, зависимостями от процесса? Да, спасибо, Елена. Мы сейчас отвечаем на ваш вопрос. Пожалуйста. Добрый день, это профессор Хиллер. Ни в коем случае нет никакой ползы площадь пять-шесть месяцев кормить. максимум четыре, пять, шесть, это уже граница, месяц, это уже, это полезно для ребенка, для матери. А если это по второму году, это уже не совсем правильно, я бы не хотел дать дополнительные оценки. Это неправильно ни для ребенка, ни для матери, и не добавляет здоровья никому. То есть по мнению доктора Хиллера после полугода не рекомендуется кормить грудной грудным способом? и ничего это не дает, наоборот, мешает развитию ребенка, психологическое развитие и так далее. Интересно. Это удобно матери или там какое-то удобство. Маму ребенку. Да, ничего не дает совершенно медицинский, нет ни одного доказательства научного, что это может быть чем-то помочь. А вы как считаете, Давид? Ну и так же, как нет доказательства, что это вредно. Поэтому если мы говорим об evidence-based medicine, доказательной медицине, то сегодня, что касается грудного вскармливания, доказано, что оно не должно быть заменено какими-то искусственными добавками, смесями, в случае, если процесс идет нормально. Даже у нас есть такой закон, 323 закон федеральный, где зафиксировано, что не должно быть какой-то пропаганды искусственного вскармливания детей в ущерб нормальному вскармливанию через грудь. Поэтому если женщина какой-то в роддоме, или кто-то еще принуждает к тому, чтобы она перевела ребенка на искусственное вскармливание, то это нарушение закона, и за это можно даже сесть в тюрьму, потому что соответствующие статьи разработаны на государственном уровне. Ну вот у меня двое детей, эти двое детей кормились один до полутора лет, другой до года. Я не вижу их психическое отставание от их сверстников. Более того, у них очень хорошо идет развитие, они опережают развитие своих вот однокашников, да, те, кто с ними в одном возрасте. Ну и все эти вот прикусы, жевательные все вещи, на мой взгляд, все в норме. Достаточно хорошо, да, и нас хвалят и неврологи, и стоматологи, и логопеды, да, и логопеды, что все. Елена, слушайте свой организм, вот что рекомендую, опираясь на мнение многих экспертов. У нас на связи Андрей, здравствуйте, Андрей. Добрый день. Андрей, ваш вопрос, ваша история, ваш прецедент. Андрей, видимо, не дождался, видимо, у него был такой же вопрос, как у Елены. Сколько рекомендовать своей супруге кормить своего грудного ребенка? Да, есть такие люди, про которых говорят, что они, про мужчин, которым уже за 30-40 лет, про которых говорят, что они маменькины сынки. Но там другое оскарбливание, там сексуальная зависимость, мы обещали поговорить об этом тоже. Да, насчет сексуальной зависимости, я лично в это не верю, мне кажется, это просто характер человека, который не умеет держать себя в руках, в узде, слишком симпатичного человека, слишком, возможно, даже богатого и успешного, естественно, у него много мнений, он просто не считает, много внимания, он просто не считает нужным отказываться от женского внимания. Вы знаете что, мужчине, который занимается сексом, больше, чем принято. Я даже лечил очень известного фотографа итальянского. А есть нормы? Есть нормы? Три раза в неделю, наверное? Нет, 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 он занимался 8-10 часов в день, господа, не сколько раз в неделю. Человек из стали. Сколько часов в день. Он говорит, что не остается время для работы. Да для того, чтобы одеваться, не остается время. Проблема, что это более распространено. У женщин все такое нимфомания. Это женщины, которые имеют очень часто секс, очень много сексуальных партнеров, а это почему-то считается более нормальным. А если мужчина там проводит 3-4 часа в день с женщиной, это уже как будто зависимость. Зависимость, если он насчет этого, он не работает, он не зарабатывает, он не приходит домой, не ухаживает детей, это зависимость. Может быть, он этим и зарабатывает. Такие тоже у нас кадры имеются. А может, такие зарабатывают, а женщины, тоже нимфомания не та, которая зарабатывает с этим. Для удовольствия, для удовольствия, да, это делать. Но вы правы, здесь, если заниматься этим все время, то нет времени на заработок непосредственно, для нормальной жизни, для общественного КПД, для общественного ВВП. Соответственно, могут позволить себя обеспеченные женщины, которые, если желающих достаточно, и время, и не должны за это получить деньги, финансовые проблемы не мешают. Я бы более предпочел немножко упоминать проблему, которая называется игромания. Зависимо от из-за азартных. Здесь с этим не поспоришь. Ничего смешного, к сожалению. Почему-то во всех странах это принято как психологическая проблема, психиатрическая проблема, с ним занимаются психологи, психиатры. Нет, господа, поймите, эти люди, кстати, у них IQ, интеллектив, 15% больше, 20% больше, чем средное население. Очень умные люди. Что происходит? Если 4 человека заходят в казино, 3 из них через полчаса все уходят, 4 уходят, 3 из них забудут про это, а 4 вернется. Вернется и вернется, и много раз вернется. Почему? У него вовремя процесса игры выделяется 5 тысяч раз больше, обратите внимание, эндорфином. Я уже сказал, что эндорфин это внутренний морфий 17 разных видов. Это эквивалент на четверть грамм героин. А есть траты, ущерба. Но я так понимаю, экономика государства не теряет, а сколько семьи теряют? Почему только государство мне даже не переживать? Мне даже переживать, что его отец получает инфакт, он разводится, он сам получает инфакт, молодой паин, из-за стресса. Вы поймите, не холестерин виноват в инфактах. Это миф. Как миф, что витамине полезно, ерунда, витамине вредно даже. Я говорю, как профессор в трех области медицины. Лишние витамины никому не надо и никто не нуждается. 72% людей, получающие инфакт в сердце, у них нормальный холестерин. То, что вызывает инфакт, это стресс. Стресс проигрывают все равно, идут и проигрывают, зная заранее, что они не могут выиграть. Так что они нуждаются не в психологическом, психиатрическом лечении, как их кормят килограммами антидепресса. А вполне медицинском. Медицинский. Надо знать, как регулировать вот эти вещества, которые упоминают. Так что это можно вылечить, это излечимо. Но это огромная проблема, потому что меньше говорят про него, но это огромная проблема. И население, огромный участок населения страдает от этого. Юрий, к нам дозвонился Юрий. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, вы в эфире, вы можете рассказать о себе. Да, у меня короткое замечание в отношении Анищенко. Это вот к нему становилось такое несправедливое отношение. Так мы же наоборот его защищаем. Мы защитили, конечно, его позицию. Мы защищаем. Мы за бывшего главу Роспотребнадзора. Так вот, послушайте меня, послушайте. Значит, к нему отношение такое установилось, как в политической шестерке. Это совершенно неверно. Дело в том, что он совершенно справедливо, замечание его, но пока отношения между государствами как бы хорошие, ему не давали справедливые его замечания реализовать. А когда отношения ухудшались, вот тогда, тогда ему можно было, ему как бы развязывали руки. Вот в чем дело. Я как эксперт могу сказать, что все его замечания, они были медицински правильные. А здесь никто не спорит. Просто в СМИ говорят это в связи с какими-то политическими решениями. Но на самом деле он был абсолютно разумен. Даже смех, рассказывали анекдоты. Неправильно. Все то, что он замечал, особенно наше японское пишет и так далее. Медицинское все, то, что я знаю всего три года, я приезжаю в Россию, периодически настолько я его узнал и слышал его, все было правильно. Даже насчет того же грузинского вина. Грузины благодарны Анищенко, что они за это время улучшили существенно качество своего продукта. Они допустили французских инвесторов, которые поставили французских контролеров на мощности выхода. В результате мы сейчас получаем грузино-французское вино. То есть улучшено вино, так что здесь все правильно. Просто его использовали как торпеду, как сказал наш радиослушатель. Но, тем не менее, мы его уважаем и будем вспоминать теплым словом. 40 секунд осталось. Буквально по 10 секунд пожеланий нашим уважаемым радиослушателям. Я пожелал бы силы воли. Силы воли признаться себе, что у тебя есть вредная привычка и силы воли дойти до специалиста, который тебе поможет. И не важно, это будет психолог или это будет врач. Важно, чтобы он тебе помог. Это Давид Мерик Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центр социальной экономики и руководитель клиники профессора Джейкоба Хиллера Джейкоб Хиллер. Наслаждаться надо. Обязательно надо наслаждаться жизнью. Иначе что остается. Так что надо наслаждаться вещами, которые полезнее. Это секс хороший, это спорт, это послушать хорошую музыку, это пейзаж хороший, это прогулка. Умеренный алкоголь, только не беременным. Все в меру это хорошо. Отлично. Соблюдаем меру, господа. До свидания.